Продолжение следует... 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 соответственно, схема авторизации будет. После этого создаем Climb Identity Principle и делаем Sign In. Здесь вот, собственно говоря, все самое видно. Итак, самый простой способ автентификации это через схему Cookies. И, соответственно, сейчас я должен запустить ее. И, как минимум, так как у меня будет указана схема, а я ее еще здесь не указал в самой настройке системы, я должен получить ошибку о том, что система авторизации не указана. Ну, например, нажимаем на страницу Login и вот, собственно говоря, то, что я и говорил. Есть Authentification, надо добавить Add Cookies и это мы сейчас сделаем. Для этого мне нужно перейти в программу. Здесь у меня... А, у меня теперь же все круто. У меня есть Definition. Мне нужно... Смотрите, я создал новый Definition. То, о чем я раньше говорил. Identity. То есть у меня будет такой простой Identity. Здесь будет Identity. Definition.cs Я выделаю наследником от AppDefinition. И, в общем-то, мне здесь единственное, что остается, добавить Override. Но мне нужен Services. и так как у меня где-то здесь есть Services.AddAuthentication. Кстати, надо проверить, может быть, это уже где-то есть. Ctrl-C. Нет, нету. Поэтому давайте здесь укажем схему по умолчанию. Куки. Форм. Так, Extension. Сейчас я не помню, как она называется. Defaults. Authentication. Схема. Да, вот, Кукис она подсветила. И единственное, что у меня теперь остается, ну, помимо вот этого, вот еще написать. Здесь вот AddCookie. Ну, в общем-то, здесь мне нужно еще какие-то конфигурации сделать. Ну, давайте Config. И создадим какую-то конфигурацию. Ой, ну, не так, конечно. Config. Вот. То есть некоторые параметры. И здесь мне нужно указать Login Path. И это у меня будет, по-моему, Slash Admin Slash Login. Ну, и осталось только запустить приложение и проверить, правильно ли я все указал. Нажимаем Login. Вот мы попали на страницу входа. Значит, схема указана правильно. И теперь, если набирая какую-нибудь, ну, вот, например, правильный этот и правильный, собственно говоря, пароль. Раз, два, три. Нажимаем запомнить. Хотя это, собственно говоря, не важно. О! Я брейкпоинта не поставил. Ну, ладно. Давайте еще раз нажмем. Брейкпоинт. У нас будет вставать вот здесь. Ой. Admin. Login. Ну, давайте вот в этой, вот в этом месте поставим. Я еще раз выберу вот эту схему. Давайте я наберу сначала неправильный логин. И нажимаем. И смотрим. Здесь у нас паспорт такой, этот такой. Наш паспорт не совпал. Неверный логин, пароль. Error message. Подсветить. И мы должны видеть сообщение. Да, неверный логин, пароль. А если я введу тот пароль, который указал, статичный. Нажимаем F10, F10, F10. Мы проверили логин, пароль и не совпали. Мы создали клаймы. Мы создали identity. Мы создали principle. Мы сделали sign-in. И сделали редирект на главную страницу. Ну, окей, в общем-то. Вот мы, собственно говоря, прилетели. Единственное, что у меня здесь как был логин, так и остался. Ну, давайте добавим страницу админа. И будем редиректить на нее. И на нее поставим authorize атрибут. Ну, в общем, без авторизации, чтобы туда попасть было нельзя. Закроем окошко. Остановим программу. Здесь сделаем заново. Уже переход не на логин, а на, допустим, admin.index. Теперь этот индекс нужно создать. Ну, давайте я старым дедовским способом создам. RazorPage. Пустая страница. И пусть он индекс так и называется. Отлично. Здесь я уберу лишнее, на мой взгляд. И здесь сделаем view, data. Ну, чтобы заголовок страниц подписался равен. Давайте напишем. Давайте напишем панель управления. Вот так вот. И, соответственно, я сохраню. Здесь сделаю, ну, давайте вот так. H1. И здесь укажу, что view... Да, пусть будет view, data. Ну, естественно, с собакой. И здесь напишем title. Просто, чтобы она вывела... А здесь напишем вот так вот. Bag. Title. Ну, вообще, собственно говоря, это фигня. Она может быть и так, и так. Ну, чтобы вы понимали, что это разные штуки. Итак, теперь я сделаю переход из страницы входа на индекс. Я уже сделал. И теперь индекс я должен сделать страницу по умолчанию, чтобы она требовала authorize атрибут. Иначе мне просто она перейдет. Значит, сюда только авторизованные пользователи могут зайти. И здесь мы, ну, пусть будет, ну, какой-нибудь там, я не знаю, welcome, что ли. Так, напишу. Ну, чтобы было видно, что мы пришли на ту страницу. Хотя и так будет понятно, что панель управления. Давайте теперь запустим еще разочек. Я нажимаю... Ну, логин нет, неправильно. Давайте сразу переназовем, потому что это у нас не логин, а... Где он? Панель. Администратор, администратор. Ну, вот, пусть как-то так. Суть, в общем-то, ничего не меняет. Вот администратор. Я нажимаю. Туда должен заходить только авторизованный пользователь. Я набираю неправильный логин, пароль. Нажимаю вход. Опять отпускаем бряку. Не попали, соответственно. Я теперь ввожу правильный логин, пароль. Нажимаю вход. Опять неправильно ввел, потому что по-русски. Завели теперь по-английски. Проверяем, что по-английски. Да. Нажимаем вход. И мы попали. Не попали. Давайте проверим, почему. В общем... Давайте проверим, почему. Еще раз. Раз, два, три. Пусть будет так. Редирект на админ. Переходим на админ. И снова попадаем на логин, потому что у нас админ почему-то редиректнул. Почему? Потому что... Давайте проверять. Сейчас посмотрим. Вот у нас индекс. Авторайз. Ну, не очень странно. Наверное, потому что мы не сделали авторизацию. Давайте добавим в строку авторизации. Так. Это у нас где-то есть вот identity definition. Нам нужно сюда еще добавить services. Add authorization. Вот таким вот образом. Потому что мало на самом деле добавить авторизацию. Надо, чтобы она еще была подключена. Ну, есть у меня некоторые подозрения. Смотрите, у нас есть common. И здесь у нас уже use authorization. Ну, теоретически, смотрите, здесь нужно добавить еще app use authentication. И, собственно говоря, вот этот вот identity, который я здесь делал, он немножечко не подойдет в том смысле, что есть обязательность вот этот вот authorization. Ну, в общем, нужно, чтобы routing был между ними. Иначе у нас авторизация будет работать неправильно. В общем, имеете это в виду. Поэтому я вот здесь не буду добавлять в override use authorization. А она останется здесь. Это, в общем, нюансы системы, так называемого pipeline, который в определенном последовательности тут должен подключать модули. И вот common authorization, routing authorization. И вот здесь должен быть тип схемы и use authorization. Тогда use authorization мне здесь не потребуется. Давайте его отсюда уберем. Но это нюансы. Я просто достаточно часто с этим сталкивался, что последовательность имеет значение. И даже на сайте Microsoft об этом, в общем-то, сказано. Давайте запустим еще раз приложение. Сейчас и настроена схема, и подключена авторизация, и аутентификация. Так, где мой проект? Вот он. Нажимаем авторизацию, заводим сюда логин, пароль, заводим здесь правильный логин, пароль. Видим, что мы редиректимся, и попадаем в панель управления. Ну, в общем-то, что и требовалось доказать. Итак, у меня теперь есть логин. Ну, теперь, наверное, нужно сделать логов. Давайте уж тогда сделаем и логов в том числе. Давайте пока закроем приложение. Ну, и, в общем-то, я опять за кадром сделал страничку логаут. Вот она перед вами, это ее разведка. Собственно говоря, что здесь происходит? Давайте по порядку. Title задается, title отображается. Здесь дальше идет проверка, если пользователь авторизован, тогда показать ему форму, на которой будет одна кнопка, которая называется выход. И она ведет на admin page logout. И если пользователь уже не авторизован, то будет выдана сообщение. Ну, понятно, на странице авторизации этого может быть не быть. Я имею в виду на странице админа, которая уже у меня отображается. Вот. И, собственно говоря, сам текст вот этого выхода, он post. То есть, с формы мы попадаем сюда. И дальше мы проверяем следующее. Ну, во-первых, мы делаем sign out и делаем redirect на URL, который к нам пришел. Если это был локальный, то один. Если нет, возвращаем страницу. В общем, все на самом деле очень просто. Я думаю, что здесь особо объяснять нечего. Таким образом, я сделал самую простую систему авторизации на схеме, которая называется cookies. Давай проверим, что она работает. Допускаем систему. Нажимаем логин. Давайте я сейчас открою прям cookies. Где-то тут должны быть. Да, вот их пока нету. Я выбираю логин. Я выбираю пароль. Я нажимаю сохранить. Нажимаю ОК. И вот он, cookies появился. Здесь всякий шифр. И я нахожусь на странице логина. То есть, я могу ходить теперь по страницам. У меня cookies прописаны. Но как только я нажимаю выход, я попадаю на страницу логаута. И обратите внимание вот на эту штуку. Сейчас я нажму сюда. И эта штука должна удалиться. Нажимаю выход. У меня пустая страница. Теперь мне нужно снова заводить логин и пароль. Ну, в общем-то, вот так вот эта штука работает. Это, повторюсь, самый простой способ авторизации и аутентификации, если хотите. Другими словами, можно сказать следующее. Если вам не нужна сложная какая-нибудь система авторизации, то можно воспользоваться таким вариантом. И более того, давайте покажу еще больше. Вот в данном варианте у меня логин и пароль. Они лежат где? Вот здесь вот. Они лежат вот в этом месте. То есть, если я это положу в систему контроля версии, например, в Git Hub, например. Ну, вот это вот видят все пользователи, к вам смогут зайти. А у системы iSpilotNet, в частности Core, есть штука, которая называется User Secrets. Я здесь могу написать, ну, например, какой-нибудь секрет и добавить, вот, допустим, логин. Ой, так вот, логин. И пусть будет микросерк. Давайте я прям, давайте я прям скопирую логин. И, собственно, мне нужно сюда еще добавить паспорт. И, соответственно, ну, я его наизусть помню. Так что это не получилось. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот такой вопрос. И теперь, соответственно, у меня вот этот файл. Он будет подключен к системе апсеттингов. Но этот файл не попадет, ну, в смысле, не попадет в GitHub, потому что он находится в моем профиле. Это часто, допустим, меня спрашивают о том, как можно сделать так, чтобы нет. И теперь давайте сделаем следующим образом. Заиспользуем вот этот вот логин. Давайте с большой буквы. Здесь с большой буквы. Ну, чтобы уже точно не промахнуться. Хотя, на самом деле, это не важно. И вот почему я сюда добавил систему конфигурации. Мы теперь можем к ней обратиться. Я сделал таким вот образом. Configuration. Get Value. Здесь могу написать. Ну, там я его как назвал-то. Секрет. Давайте скопирую, чтобы не промахнуться. Секрет двоеточие паспорт. Ну, в общем-то, мне здесь нужно value. Ну, давайте добавим, что это будет string. Вот. А здесь, соответственно, мне нужно сделать практически то же самое. Configuration. Get Value. И я здесь... Так, там паспорт. Это здесь, в кавычках, напишем secret.login. Ну, и также добавим тип. Потому что это будет string. И здесь нам нужно проверить, что паспорт.vn тоже не равен null. И e-mail тоже не равен null. Ну, в общем, вот такой вариант, что ничего не равно null. Тогда мы проверим, что это работает. И сейчас покажу, как это работает. Прямо здесь breakpoint поставлю. Запускаем. Так, мы сейчас уже... А, нет, еще не залогинены. Ну, давайте попробуем ввести вот этот логин. Тот самый пароль. Попадаем сюда. Здесь вот она прочиталась уже из конфигурации. Из того самого User Secrets. Напоминаю, что он не попадет в Git Hub. Ну, в смысле, в систему контроля версии. Он находится только на вашем компьютере. И после того, как вы опубликуете на Production этот сайт. Ну, свой вот этот, например, свою реализацию. То вам тоже нужно будет создать эту секцию в вашем AppConfig. Ну, которая уже будет непосредственно публикаться. Давайте нажмем выход. И еще раз нажмем выход. И попробуем сделать вот такую штуку. Здесь поменять вот этот самый... Как он называется? User Secrets. Как-то тут вот так вот. User Secrets. Вот до него как можно достучаться. Ну, и давайте, допустим... Ну... Давайте пароль напишем... Shift. То есть два раза. Ну, нет, это не будет видно. Давайте напишем... ААА. Давайте запустим. А, ну сейчас система, наверное, логин, пароль не пропустит. Здесь нужно именно... Да, я затупил. Сорян. И здесь напишем ААА. И еще раз АА. Ну, в хорошем смысле, конечно же. Я нажал сохранить. Не знаю. Давайте перезапустим сайт на всякий случай. Отлично. Нажимаем логин. ААА. Собака. ААА. АА. В хорошем смысле АА. Нажимаем логин. Мы прошли. Наши АА прокатили. Нажимаем в 5. Ну, и мы попали в памятное правление. В общем, таким образом, вот этот вот логин, пароль можно будет поменять на удобный вам. Там раз в полгода, раз в месяц, раз в день. Неважно. Можете один раз зайти, отработать, удалить его. В общем, если прям совсем страшным будет вам. Я оставлю, как он и был. Ну, вот таким вот образом. Пусть валяется. В общем-то, мне он не мешает. Далее. Что у нас, собственно говоря, далее. Давайте откроем страницу администратора. Ну, теоретически мне на логаут особо-то смысла делать нет. Можно было вот этот функционал вынести на страницу индекса. Но я их специально разделяю, чтобы можно было потом проверку сделать. Ну, в общем, ладно, не будет про это. Давайте еще добавим вот какую штуку. Когда я вхожу в систему, у меня здесь всегда показано индекс, администратор. Хотя мне можно выход сделать прямо на странице главной. Нет, не буду ничего делать. Это уже на вашей совести. То есть, я нажимаю на администратора. Я выбираю здесь логин, пароль. Тот самый, который заводил. Нажимаю Enter. Я в панели управления. Дальше. Мне нужно здесь добавить какую-то разметку. Ну, в частности, пусть выход будет подальше. Давайте сделаем его кнопкой. Класс равно button secondary. Ну, пусть будет вот так вот. Да, вот она превратилась в кнопку. Теперь можно здесь сделать следующее. Ну, во-первых, давайте посмотрим, как у меня сделана разметка. У меня есть контейнер, main и вот такой вот. То есть, если здесь roll, класс, у нас просто меньше, да? Ну, тогда можно здесь сделать div. Здесь можно сделать класс. Пусть будет roll. И здесь тогда будет div. Класс. Ну, пусть будет call.md. И шесть вот таким вот образом. И я таких сделаю два, чтобы они рядышком были. И покажу, что здесь у меня будет какая-нибудь ASP. Ну, давайте создадим вот так вот. А, ASP, page. Ну, в данном случае будет... Так, у меня будет в страницах, но в пейджах будет закладка, которая называется polls. Давайте в большую букву напишем. Ой, две L. И, ну, давайте create, да? Допустим, будет create. Такую страницу создадим. Создать новое голосование. Давайте его скопируем. И мы в одной странице будем создавать это голосование. Оно будет неактивным. А на другой будем... Ну, давайте тоже оставим. Ну, давайте answers. Теоретически это можно будет поменять в любой момент. Answers. РС. Create. Да. И здесь будет, допустим, добавить ответы для голосования. Ну, как-то вот так. Ну, я просто, опять же, для примера это делаю. Давайте даже посмотрим, как это выглядит. Администратор. Опять логин, пароль. Видимо, я не сохранил. А, на русском языке, конечно. Один, два, три. Окей. Вот. А, ну да, что-то как-то некрасиво. Давайте добавим сюда класс. Ну, пусть он как-то... Ну, пусть он как-то... А пусть будет кнопками button, button secondary. Вот таким вот образом. Вот. Добавить новое голосование, добавить ответы. Ну, опять же, чтобы добавить ответы, наверное, это плохой вариант. Мне нужно создать новое голосование. Ну, во-первых, здесь делаем еще mb3, чтобы отступ появился. Наверное, плохой вариант. Давайте продумаем, как это можно сделать. Прямо на лету меняем требования. Мы создаем новое голосование. У нас будет введено... Ну, там нужно будет только текст ввести. Так? Так. Дальше. Мне нужно прямо здесь, то есть на странице создания голосования, добавить ответы. Да, наверное, это будет самый правильный вариант. Более того, я придумал сделать следующее. Мы вот эту страницу создания нового голосования будем делать с элементами Blazor, чтобы добавить интерактивности, не добавляя при этом JS. Вот. Это будет круто. И по сохранению мы будем переходить на главную страницу, где будет список. Мы его потом в конце получим. Да. Вот этим мы и займемся в следующем видео. Вам всего доброго. Пишите правильный код. Пишите правильный код. Пишите правильный код. Пишите правильный код. Пишите правильный код.